Экологию в Алматы улучшат в ближайшие три года. Проблемы будут решать комплексно. В мегаполисе перейдут на экологический транспорт, создадут зеленый коридор, а также примут меры, чтобы улучшить качество атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха в Алматы по-прежнему остается одной из главных экологических проблем. Горожане не могут смириться с образованием смога, экологи не устают бить тревогу. Они утверждают, что вредные вещества в атмосфере стали причиной многих заболеваний алматинцев. Основными вредными веществами загрязнения воздуха являются диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, диоксид углерода и пыль. ПМ2,5, ПМ10 их называют. Все они в настоящее время превышают предельную допустимую концентрацию в несколько раз. Например, диоксид серы превышает в среднем 5 раза, 5 ПДК. Диоксид азота 3-4 раза превышает ПДК. Оксид азота 2-3 раза. Согласно статистике, из 127 тысяч вредных веществ, выбрасываемых ежегодно в атмосферу, только 70 тысяч приходится на наземный транспорт. Чтобы снизить уровень его негативного влияния, было принято решение перейти на экологичный общественный транспорт. Будет обновляться весь автобусный парк. Помимо электроавтобусов будут закуплены обновлены 200 троллейбусов. Будет перевод, если на газ, то это будет работать на метановом топливе. Будут новые 5 газозаправочных станций, 3 новых автобусных парка. А еще в Алматы создадут зеленые коридоры. Они будут представлять из себя так называемый экологический каркас. Уже разработан дендрологический план города, где предусмотрено обновление зеленого фонда. Этот процесс охватит почти все улицы мегаполиса. А в рамках программы полицентричности будут созданы новые общественные зоны. Это парки, скверы и набережные. Мы за последние три года высадили уже порядка миллиона деревьев в рамках программы «Жасы Алматы». В этом году работа будет продолжена. Планируется вырубка 17 тысяч аварийных деревьев. Вместо них будут посажены 170 тысяч деревьев. Кроме этого, с сотрудниками Управления экологии и окружающей среды города сделаны прогнозы на перспективу и даны рекомендации для дальнейшего улучшения экологической обстановки. Приняты новые обновленные правила содержания защиты зеленых насаждений, а также нормативы по поливу деревьев, качеству саженцев и уходу за ними. Нергиза Токижанова, сержант Жумабаев, Хабар, Алматы.